Итак, уважаемые, еще очередное видео. Продолжаем чтение старинных журналов, весьма интересной информации. Я думаю, всякий, кто слушает, интересно, стараюсь подыскивать новые и новые информации, чтобы нам иметь более широкий кругозор и более правильно делать выбор в своем развитии и в своей работе с пчелами. Итак, этот интересный рассказ называется таким образом, небольшой, опыт соседания новых семей после взятка. То есть после главного взятка. Прочитаем, что здесь они предлагают нам. Работая много лет инструктором пчеловодства в районах реки Суры Горьковской области, я постоянно думал о том, как упростить способ вывода маток вместе с тем обеспечить их высокое качество. Испытав разные способы искусственного вывода маток, я пришел к выводу, что хорошо развитых и высокопродуктивных маток можно получить только в семьях-рекордистках, вошедших в райвое состояние. Это состояние в сильных семьях легко можно вызвать искусственно. Ну, того времени информация, ну и что-то мы можем себе взять из этого. Весной всем семьям пасеки я даю побудительную подкормку, пользуюсь для этого наружной кормушкой. Подкормка жидким кормом побуждает пчел к вылету и постройке сотов и усиленному выращиванию расплода. В семьях, от которых я не хочу получать маток, раения не допускаю, применяю необходимые противороевые методы. С семьями, выделенными для вывода маток, я поступаю так. Даю им суш струтневыми ячейками, гнезда сильно не расширяю и всеми возможными мерами содействую проявлению в них роевого состояния. После того, как семья отпустит рой, улей отношу в сторону, а на его место ставлю новый и помещаю в него рой. На старое место. Ранний и сильный рой, усилившись кроме того с летевшими в него пчелами материнской семьи, быстро отстраивает новое гнездо и успевает до главного взятка вырастить большое количество молодых пчел и расплода. Ну, это все приблизительно знают. Но что дальше интересно? На четвертый-пятый день после выхода роя расплод и молодых пчел я делю поровну на 5-6 нуклеусов. Помещаю их в самостоятельные ульи и ставлю поблизости к ульям семей, которые намерен разделить после главного взятка. На 5-6 нуклеусов. То есть, нуклеусы разделяют эту семью. Сколько он туда... Ну, в общем, оставшихся разделяет. Насколько получается. Тут не написано, сколько рамок. Ну, может, 2-3 рамки. Вот. И с маточниками, по-видимому. Семьи, дающие маток по описанному способу, не снижают продуктивность пасеки, как это наблюдается при выводе маток обычным способом. То есть, эта семья, которая отделилась, и он добавил еще летных пчел. Эта семья вполне с роем и с летными пчелами дает хороший мед и продуктивность не снижается. После взятка расплод и запаса меда сильных семей я делю поровну на 2 улья, расставленные в пол лета. То есть, когда его роевые семьи и все остальные взяли взяток, он запас меда делит поровну. На пол лета. Опыт показал, что матки натурального вывода имеют явное преимущество перед матками искусственного вывода. Следует отметить, что способ формирования новых семей после главного взятка может быть применен при условии, если пасека хорошо использует главный взяток. Итак, друзья, вот что интересно, тоже интересная информация. Естественно, мы уже знаем, что роевые пчелы и передают по наследству роевую информацию. Здесь можно сделать и искусственные маточники подставить, используя этот метод. И можно использовать метод вывода тихой смены маток. И этот метод, который я уже многократно показывал, как это произвести и заставить маток сделать тихую смену, тоже можно подготовить к этому варианту. То есть, друзья, обратите внимание, что это неплохой вариант, и я думаю, вам он будет полезный. Давайте еще немножко прочитаем маленький рассказ. Поимка бродячих роев. Это в ответ на запросы читателей, какие условия в то время были, когда это было лет 60 назад и больше. Бродячими принято назвать те рои, которые улетают с пасек незамеченными. После этого случайно обнаружатся где-нибудь либо в саду, на отдельных деревьях, в лесу или в поле. После того, как рой улетел с пасеки, право на него приобретает тот, кто обнаружит его и снимет. В практике имеет место следующее случай. С пасеки улетает рой. Пчеловод преследует его, но вскоре теряет из вида. Продолжая путь по мнимой линии полета, пчел тщательно осматривает древесную и кустарниковую растительность. Пчеловод иногда находит рой, привившийся на отдых или для разведки жилища с помощью посылаемых пчел. В этом случае рой должен перейти опять в собственность его владельца. Но бывает и так. Рой улетает с пасеки и сразу в заранее облюбованное дупло дерева, колоду, ящик, специально подвешенные на деревьях. Если владелец обнаружит этот рот рой, в момент его ухождения в дупло, колоду или ящик, право на него также остаются за ним. После того, как рой поселится и обживется, он переходит в собственность владельца улья ловушки. То есть, вот такая была в то время информация. Для ловли бродячих райов применяют колоды, дублянки, облегченные рамочные улей, даже ящики, в которых пересылают пчел по почте. Прежде чем укрепить улью и ловушку на дереве, нужно хорошо защитить ее от дождя. Внутренние стенки ловушки полезно натереть содержимым маточников или листьями мелиссы, а верхние части колоды или ящика укрепить 2-3 сота. Ульи ловушки нужно развешивать на отдельно хорошо различимых деревьях, стоящих на пути лета пчел к источнику взятка. Вот такая маленькая информация, естественно, вы такую информацию знаете. И еще небольшая информация тут о медоносах. Василек, распростертый, имеет еще следующее народное название. Верблюдка, сирак, сирко, растопырка. Принадлежит он к ботаническому семейству сложноцветных. Развивается на юго-востоке, в предкавказе, в частности засусливых районах Краснодарского края. Является часто тем единственным медоносом, который дает товарный мед. Он растет на различных пустырях, бросовых землях, а также в лесозащитных полосах. Относительно почвы неприхотлив, так как отлично развивается не только на чернозебе, но и на суспесях, глинах и сероземах. Сплошные заросли распростертого василька могут быть использованы только для выпаса верблюдов, с жадностью поедающих это растение. Тогда как рогатый скот, овцы, козы, лошади его не трогают. Отсюда и название этого растения верблюдка. Стержневой корень этого сильно развитого растения достигает 35 см, более и более длинный. Корневая шейка имеет диаметр 2,5 см. От корня поднимается стебель серо-зеленого цвета, жесткий борозчатый с узлами между узлями. Длина главного стебля от корневой шейки до первого тихотомического ветвления или развилки 40 см, а общая высота растения 80 см. Боковые побеги выходят из узлов и расположены на главном винтообразном. На протяжении боковых веток первой очереди расположены также винтообразные более тонкие ветки, второй очереди и наконец тоненькие веточки несут цветки. В общей сложности получается шар серо-зеленого цвета, жесткий, колючий, с мелкими листочками и также серо-зеленого цвета. Отсюда возникло народное название растения – сирак или сирко. Листья однажды и дважды перисто рассечены, но часть более мелких листочков на часть имеют линейно-ланцентной длиной 5-10 мм, шириной всего 2 мм. Листочки-обвертки образуют вздутие в основании соцветия, как по краям, так и на конце этих листочки несут колючки. Все растение в высшей степени засухоустойчиво, что интересно, засухоустойчиво. И в то время как палящее южное солнце при длительном отсутствии дождей выжигает даже спарыш, василек распростертый не только растет и цветет, но и выделяет нектар. До 500 граммов и более в день по контрольному улью. Белые со слегка кремовым оттенком цветки собраны в соцветия корзинки, но есть растения из бледно-филеетовыми головками. Усиленное посещение пчелами в рыблюдке наблюдается с 5 часов утра до 12 часов дня, затем с 15 часов и до 20 часов 15 минут, то есть до наступления вечерней темноты. Чем жарче и суше, тем нектаровыделение этого растения обильнее, а следовательно и выход товарного меда больше, в среднем 10-12 килограмм на сильную пчелиную семью. Первые цветочные корзинки василька появляются 10-12 июля, их количество увеличивается очень медленно вплоть до 20 июля, затем весь шар начинает покрываться многочисленными соцветиями, цветение растения в общем продолжается больше месяца и заканчивается в агусте. Вот такая информация друзья, так что обратите внимание, это очень хороший медонос, особенно во второй половине лета, цветет с середины июля до конца агуста. Если в вашей местности есть эти медоносы, то рассчитывайте на этот медонос, который может дать вам 10-12 килограмм на семью. Если ваши семьи к этому времени подготовлены, сильны, то они принесут вам этот мед и вы будете с медом. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, ждем ваших комментариев и вопросов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!